очередное доказательство присваивания армянами албанских церквей директор центра истории кавказа старший научный сотрудник института права и прав человека на на доцент юнеско резван гусейнов рассказал о том как армяне фальсицировали историю преображая албанские церкви в армянские как передает ds на опубликованных кадрах гусейнов отметил что одной из таких церквей подвергшихся армянизации стала церковь расположенная недалеко от села джалут предоставляем вам данное видео значит мы находимся недалеко от села джалут это древний христианский албанский храм и чтобы убедиться том в каком он состоянии и как подвергся армянским фальсификациям значит периода по всей видимости это же советский период для этого не нужно очень долго искать что-то достаточно посмотреть на внешний фасад здесь мы видим сохранившиеся старые окна два окна в нормальном состоянии а если посмотрим на третье окно то сразу заметно что его застроили и вставили из туфа красного вставку орнамент похожий на армянский орнамент то есть на орнамент которым пользовались армяне хайского гайканского народа это сразу показывает что над этим храмом в свое время поработали но если мы еще дальше пойдем то увидим еще более интересные вещи которые доказывают что этот храм подвергался неоднократным фальсификациям изменению внешнего вида по всей видимости с целью представить его как армянский храм допустим если вы издали на общий фасад входа на арку посмотрите заметно как контрастирует от общего фона храма то есть сразу заметно что эта часть полностью сделана недавно орнамент нанесен типичный для гайканского армянского народа опять-таки два окна заложены в них вставлены надписи на армянском и фрески схожие с теми которые можно видеть в очмиадзине и в других церквях армянских гайканских хайских то же самое мы можем посмотреть если увидит над аркой на элементы символики и на кресты тип креста а также на те камни сплошные современные камни которые вставлены относительно недавно при этом вокруг раскиданы остатки могил и могильных плит которые относятся к более старому периоду но здесь есть также могильные плиты которые остались еще с периода когда армян переселили в этот регион в это село стоит отметить что село джаллуп оно определенный период было в основном население было здесь вера исповедания них было иудейское но потом уже с приходом царской россии сюда были заселены армяне и они частично изгнали подвергли ассимиляции местное население а более древний плац естественно как мы его называем албанский христианский плац данный храм относится к тому периоде внутрь мы заходить не будем потому что там освещение нету опять-таки на стенах можно увидеть уже современные шрифтами даже русским языком имена армян которые видимо посещали данный храм но есть обернуться с противоположностью то же самое там на окнах опять-таки окна заложены современным камнем из них из туфа вставлены орнаменты и надписи на современном армянском языке то есть данном недалеко от села джалут мы еще раз убедились в том что каким образом какая методология использовалась для фальсификации и приармянивания храма нечто подобное мы видели допустим в Таузском районе в селе герзан на кладбище о чем естественно отдельный цикл и фильм у нас был и по всей видимости продолжение данной деятельности мы будем стараться держать в центре внимания вот подобные храмы которые до сих пор к сожалению оказались вне внимания и на судьба этих храмов показывать что шла планомерная фальсификация и приармянивание подобных заброшенных древних христианских албанских храмов спасибо за просмотр поставь лайк и подпишись на канал спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и